всем привет это журнал прошлое меня зовут михаил родин и сегодня у нас будет в очередной раз интересный и необычный для нашего журнала формат слышали вы когда-нибудь что на самом деле обожженные кирпичи изобрели лишь в средневековье в позднем средневековье а до этого никаких обожженных кирпичей в принципе существовать не могло а это между прочим значит что колизей весь древний рим да и большая часть месопотамии и египта это все подделка современных ученых в очередной раз в комментариях мне подсунули видео неожиданное для меня и собственно сам комментарий который звучал так что ваша точка зрения скоро рухнет как и кирпичи под основанием той башни что является официальной историей которую строят образованные белоручки своими руками не обжигавший этот кирпич не строивший из него я подумал что это какой-то бред но выяснилось что существует такой блогер которого зовут юрий абарин и которая регулярно выпускает видео о том как нас обманывают историки и одно из этих видео называется вымышленная мировая история на примере кирпича из обожженной глины я решил посмотреть это видео и обсудить его с вами зачем я это делаю как вы знаете я предпочитаю бороться с лженаукой распространяя нормальную научную информацию но иногда очень полезно и интересно посмотреть а что собственно думают альтернативщики на чем основываются их убеждения но и самое интересное что когда ты смотришь это видео даже если ты подготовленный зритель как я например тебе хочется проверить свои знания полазить по литературе я вот провел несколько замечательных дней напоминая себе какие-то вещи про археологию месопотамии про каменное и кирпичное строительство разных эпох собрал в общем достаточно большое количество информации который хочу с вами параллельно с просмотром этого замечательного видео поделиться я думаю что этот формат может быть полезен и интересен даже знающий аудитории я подобрал некоторое количество статей литературы ссылок на разные видео название и ссылки я приложу в описании к этому видео а специально для наших подписчиков тех людей которые являются спонсорами журнала прошлое и делают возможным выход новых серий родины слонов и других наших форматов я эту подборку в формате pdf выложу в нашем закрытом секретном чате доступ к нему получают те люди которые собственно становятся спонсорами журнала прошлое если вы хотите к ним присоединиться вы можете оформить платную подписку на нашем сайте прошлое . com slash donate или воспользоваться сервисом patreon.com если вы живете за рубежом ну что ж я думаю что мы можем приступать к просмотру видео давайте включать господина юрия абарина история применения кирпича в строительстве зданий храмов официальной истории насчитывает не одну тысячу лет кирпичные дворцы упоминаются в древней греции риме египте и месопотамии археология говорит нам что самым древним кирпичам которые были обнаружены верхней области тигра и юго-восточной анатолии более семи с половиной тысяч лет до нашей эры получается кирпич очень древний строительный материал да так нам рассказывают с экрана телевизора и так нас учат исторические справочники но не будем спешить с выводами кирпич кирпичу рознь кирпичи бывают разные и по методу изготовления и по форме и в этом весь подвох с древностью применение кирпича как строительного материала так в чем подвох поначалу строители использовали только не обожженный кирпич так называемые саман саман это кирпич сырец из глинистого грунта с добавлением соломы или других волокнистых растительных материалов на данный момент практически нечем сырцовый кирпич это по сути не обожженный глиняный кирпич который просто высыхал на солнце и приобретал относительную прочность этот не обожженный кирпич широко применялся да и сегодня применяется в азии африке центральной америки и даже в юго-восточной европе хорошо сердцовым кирпичом разобрались а что у нас с обожженным кирпичом и тут самое интересное официальная история пытается убедить нас что обожженный кирпич тоже древнее изобретение как и сердцовый и понятно почему ведь обожженный кирпич находят и в развальных якобы древнего египта рима греции и даже вавилона но на самом деле все далеко не так точнее совсем не так и вот почему обжиг кирпича это очень сложный затратный процесс производства многие думают что положил сырые глиняные кирпичи в огонь и все обожженный кирпич готов это не так поместив кирпич в огонь прочным он не станет вот тут я думаю что уже стоит прерваться и поговорить потому что я вижу первый аргумент который здесь прозвучал звучит этот аргумент так слишком сложно это невероятные для той эпохи дальней эпохи технологии этот аргумент я в общем достаточно часто слышу от альтернативщиков и а он всегда сводится просто к тому что люди видят только скачкообразное развитие цивилизации они не понимают что люди о которых они говорят имели тысячелетний а то и миллионолетний опыт обращения с огнем и сейчас мы этот опыт обсудим ведь на самом деле когда он говорит про обжиг кирпича речь идет по сути о обожиге керамики когда первый раз встречается керамическая поделка в истории двадцать шесть тысяч лет назад вдоль невестоницы нашли вот эту замечательную венеру которая сделана по технологии обожженной глины керамическую посуду начали делать примерно одиннадцать тысяч лет назад это абсолютно точно доказано на дальнем востоке и того дальше там встречаются находки 18 тысяч летней давности и если мы говорим про обожженный кирпич до от начала первой обработки огнем керамической посуды до появления первого кирпича обожженного происходит проходит 7 тысяч лет потому что впервые обожженный кирпич я себе выписал появляется в урукский период это четвертое тысячелетие до нашей эры этот период назван в честь знаменитого города у рука который расцвел в это время в южной месопотамии и кстати именно в это время впервые на исторической арене появляются те самые знаменитые шумеры про которых сегодня еще поговорим и вообще по сути можно говорить о том что пиротехнологии это даже нет нет тысячелетний опыт это многомиллионный опыт почему бы я про это сказал потому что изначально вообще человек научился готовить мясо это позволило нам сделать пищу более мягкой уменьшить челюсть соответственно позволило вырасти нашим мозгом это как известно полезно в жизни человека потом началось использование огня например для приготовления для изготовления каких-то орудий труда есть много деревянных копий а у которых обыжжены наконечники для того чтобы дать им остроту и и твердость по этому поводу вообще в принципе много литературы но я вот например на вскидку нашел у себя в библиотеке статью об использовании огня неандертальцами для изготовления своих орудий труда напоминаю что для наших подписчиков все pdf которые сегодня использую я выложу в наш закрытый чат в телеграме но а дальше как огонь начали использовать еще более сложным образом его использовали для например приготовления клея который просто необходим для того чтобы соорудить сложно составное орудие то есть взять палку прикрепить к ней каменный наконечник обмотать чем-то и закрепить там всегда используется клей который ну невозможно сделать без без того же самого огня но и естественно дальше возникает керамика когда мы говорим про этот период про месопотамию люди туда уже пришли в эпоху неолита то есть они уже хорошо умели не одно тысячелетие уже как не один миллион лет владеть огнем для того чтобы разобраться и напомнить себя о том как протекала история месопотамия сегодня очень много наш герой будет говорить про месопотамию я предлагаю заглянуть в банальную всемирной истории в иран которую я не устаю всем рекомендовать так вот что мы здесь видим в восьмом седьмом тысячелетия до нашей эры в месопотамию приходят люди и начинают там заниматься продолжать заниматься земледельчеством и скотоводством одна из первых культур которые здесь возникла эта культура джарма это седьмое тысячелетие потом была хасунская культура который мы сегодня опять же упомянем самарская культура это уже пятое тысячелетие до нашей эры и только после этого возникает халавская культура я еще пропустил и после этого только возникает убийцкая культура вот в шестом четвертом тысячелетии до нашей эры и тут важно понимать что все эти тысячелетия люди производили керамику и сейчас я вам покажу какой прогресс был пройден за эти 8-4 4 тысячи лет только в месопотамии вот это у нас сосуд культуры джарма восьмое тысячелетие до нашей эры я думаю что это вполне себе функциональная штука но степень изящества вы можете оценить если мы пойдем дальше вот это уже поздний убейт это тогда когда в месопотамии начинают возникать прото государства и как минимум развитые города эти люди умели делать уже вот такие сосуды как они их делали благодаря своему огромному опыту и владению так называемыми пиротехнологиями то есть люди которых мы обсуждаем имеют огромный опыт в обращении с огнем и производстве сложных вещей сейчас мы будем разбираться в том что об этих технологиях знает наш герой понимает ли насколько тесно связаны между собой производство керамики производства металла даже простой еды идем дальше давайте слушать степени спекания должна быть постоянная температура от 900 до 1150 градусов по цельсию в течение 10-15 часов вообще чуть поменьше температура зависит от сорта глины который используется там разная температура нужно для разного цвета глина после обжига требуется медленное охлаждение кирпичей если кирпичи обожжены мало то они становятся мягкими непрочными если чересчур сильно их обжечь то они теряют при отжиге свою форму и становятся хрупкими для правильного обжига должна быть печь в которой постоянно будет поддерживаться требуемая температура а это очень сложно добиться без специальных приспособлений и навыков обычным костром температуру в 1000 градусов очень трудно получить температура горения дров тополя 450 градусов сосны 600 650 градусов береза 800 а у дуба с трудом достигает 900 градусов без специального поддува тут точно не обойтись так что видите простым костром тут нет дел ну то есть мы делаем вывод что он вообще ничего не знает о технологиях того времени и сейчас мы будем в них разбираться напоминаю что речь идет о эпохе и неолита и даже ранние и средние бронзы то есть тогда люди умели уже выплавлять металл давайте посмотрим как они обращались с огнем как они обращались с керамикой которая ну достаточно близко относится как раз к тем самым кирпича вот мы можем открыть статью которая так и называется ранние керамические печи в ближнем востоке давайте полистаем ее и посмотрим что мы здесь видим в этой статье вот сразу же сейчас я включу вам их и побольше в этой статье обсуждается та температура которая необходима в принципе для спекания глины какая температура нужна оптимальная для обжига и обсуждается то что эти печи которые сейчас будут обсуждаться и и достигали вот здесь же кстати упомянуто о том что печки это не самый модный что ли объект для изучения археологами ну потому что это не так красиво как поселение ты не найдешь там ничего такого да и вообще в принципе печи не так уж часто можно вычленить и понять что это была печь когда ты ее копаешь вот здесь сейчас обсуждается что в статье упомянуто 89 печей из 15 раскопок на территории ирана и рака и сирии но при этом опять же укрупняя герои говорят о том авторы этой статьи говорят о том что по их оценкам должно было быть несколько тысяч печей на территории ближнего востока только с 7 по 5 тысячелетия до нашей эры почему так потому что мы понимаем какое огромное количество обломков керамики встречается в этих же археологических слоях и соответственно мы понимаем что мы просто не все печи нашли керамики то у нас полно везде валяется вот собственно те самые объекты на которых были найдены печи и что мы видим о том что ранние свидетельства о печных печах для керамики встречаются в хасунской культуре что забавно вот собственно архаик хасуна раскопки наших археологов мерперта и мунчаева которые копали там еще в советские времена двухкамерная печь была найдена идем дальше обсуждается размер этой печи 75 75 сантиметров не такая уж маленькая но это самая ранняя печь которая была найдена идем дальше вот это возможно ее изображение а нет это другая другая печь как вам вот такая вот печь это уже собственно здоровая штука двухкамерные печи стель абады кто в которой достигалась температура вот а вот тут собственно обсуждается что в разных археологических культурах керамика по-разному пеклась по-разному обжигалась и вот в какой-то там самарской например а самара это город на ближнем востоке они тот город в котором я родился хасунская и самарская керамика одна обжигалась при температуре 850 этого было достаточно другая при температуре 1150 то есть мы видим как не только росли в размерах эти печи но и как росла температура которая в них использовалась и тут же обсуждается размер этих то что самарская керамика обжигалась печах размером больше двух метров в диаметре это уже большие печи идем дальше на вот собственно у нас есть планы конструкции этих печей какое количество там было форсунок и надува кстати да вот мы говорим о том что в простом костре и при помощи какого-нибудь там дуба который естественно не жгли в этом регионе слишком был дорог для этого но на самом деле температура которая достигается главное чем она достигается это надувом и люди прекрасно владели этим надувом еще в те самые далекие времена и вот здесь у нас есть практически про каждую печку когда говорится упоминается какое количество входных отверстий на и выходных отверстий там было для того чтобы осуществлять этот надув таким образом мы видим эволюцию этих печей мы видим как они растут как растет температура как он вообще вот эта вот конструкция это тель зияда реконструкция печки которая размером почти три метра если память не изменяет это вот 85 это не то там дальше будет ее на характеристика и когда мы говорим про серьезное производство мы понимаем что нужно много этих печей и вот например для той же самой керамики вот говорим о том что в тель абаде на одном только уровне раскопок между домами находилась одновременно 16 вот таких огромных печей в чем проблема для того чтобы обжечь кирпич владея такими технологиями владея такими масштабами технологии честно говоря я не понимаю в чем собственно проблема вода тут самый тель зияд то самая печь короче 2 и 80 сантиметров мы видим что в этот момент в этом регионе здесь обсуждается еще только до пятого тысячелетия кирпич у нас встречается только в русский период это уже следующее тысячелетие там 4 3 тысячелетия до нашей эры тогда первый раз встречается обожженный кирпич люди обладали такими технологиями в чем проблема так что о каких кострах говорит герой нашего сегодняшнего эфира я честно говоря ума не приложу причем эти все на статьи одна из которых вот была сейчас продемонстрирована лежат в открытом доступе на них можно легко выйти из каких-то очень обобщающих работ например той же самой всемирной истории института всеобщей истории иран нужно просто прочитать но как мы видим как мы знаем как мы уже неоднократно убеждались альтернативщики не любят читать не любят образовываться не любят узнавать что вообще знает наука вообще археологи в частности им лучше потратить 15 минут на запись своего ролика которому кстати мы сейчас и вернемся кирпичные печи это не огонь в кузнице это довольно большие и сложные печи так и есть о вот это вот прекрасный дисклеймер что ли я не знаю не путать с печами для обжига глиняной посуды температура обжига в разы меньше и технологии обжига совершенно другая вот с этим я принципиально не могу согласиться потому что во первых температура такая же потому что и там и там керамика во вторых тонкостенную посуду обжигать гораздо сложнее в третьих я специально выяснял у специалистов кирпичную печь отличить от печи для обжига керамика практически невозможно в археологии только если мы там нашли продукт производства ну если она обвалилась например во время какой-нибудь неудачной операции технологическая так в общем это то же самое но с другой стороны если человек думает что все обжигали что-то на кострах то чего мы от него можем ждать и но тут конечно вы можете сказать что он заталдычил все про керамику и керамические печи может быть там действительно какая-то другая технология может быть действительно не существовало кирпичных печей нет существовали давайте к ним обратимся откроем другую статью 2020 года в афинском журнале истории она издана она так и называется появление кирпичей в древней месопотамии и люди все уже оказывается за нас учить изучили мы все знаем это большая сводная статья которая рассказывает нам про историю кирпича и вот мы здесь видим что впервые кирпич был найден месопотамии в поселении под названием немрик это до керамический неолит мы знаем что это 20 сантиметровые блоки примерно 20 сантиметровые дальше потом появляются какие-то неведомые мне сигарообразные высушенные на солнце кирпичи как раз теса на тот самый кирпич сырец про который говорил наш герой между прочим я нашел фотографию того самого поселения немрик и тех самых строений в которых использовался первый насколько я понимаю кирпич сырец который был найден в археологии вот это вот такие круглые полу землянки и здесь если приблизить мне кажется вот как раз вот те самые огромные куски и кирпича то и и видно можно даже сделать поближе и показать вам вот и вот эта вот стенка я так понимаю сделана как раз из кирпича и дальше это такая полу землянка и дальше вот здесь вот по краю тоже была кирпичная стенка я нашел еще и статью в которой описан эксперимент по реконструкции этих жилищ на него тоже интересно посмотреть вот эта статья про конструкции до керамического неолита и про то как люди не только исследовали а вот эти вот жилищи похожие те самые в которых впервые встречается кирпич сырец но и попытались реконструировать эти жилища вот они роют эту яму полу землянку из которой потом будет вырастать жилище вот укладывают фундамент ну то есть полностью воспроизводят все это жилище вот здесь впервые у нас появляется вот этот тот самый матбрик кирпич сырец сырая глина которая постепенно накладывается и высушивается и вот у нас собственно уже получилось пол землянка а вот здесь вы можете сейчас я укрупню наблюдать собственно те самые кирпичи которые потом будут выстраиваться где эта фотография вот в такую стенку то есть мы не только знаем по археологии как это происходило есть еще экспериментальная археология прекрасная область науки который позволяет нам проверить эти знания и пока показывает нам что мы действительно можем что-то из этого построить но вернемся к той статье про историю кирпича сейчас я ее включу так вот здесь прямо таки описано как мы изучаем историю кирпича вот например есть упоминание о том как под одним из храмов в руки нашли ту самую печь для обжига кирпичей и какого размера кирпичи там производить есть упоминание как раз то самое про который я говорил что только в русский период у нас впервые встречаются кирпичи обожженные а до этого использовались только кирпичи на сырцовые эта методология статьи это производство кирпичей в четвертом третьем третьем тысячелетии до нашей эры нам рассказывают как менялись технологии производства сырцового кирпича и потом кирпича обожженного вот здесь упомянуты еще одни раскопки в ходе которых был найден обожженный кирпич относящийся к четвертому тысячелетию до нашей эры то есть мы видим все развитие технологии вот у нас есть даже картинки мы видим как царь ур наше несет корзину на своей голове с той самой глины которая необходима для производства кирпича да что там я так понимаю что дальше да так есть у нас есть рецепты приготовления кирпича то есть у нас в месопотамии есть не только изображение производства кирпича не только есть археологические находки кирпича как здесь у нас есть и тексты с рецептами приготовления кирпича и вот вам что называется хозяйки на заметку гудея гудея это известный царь месопотамский предпочитал замешивать кирпич на меде масле и сливках можно попробовать его реконструировать и собственно экспериментальной археологии этим и занимаются ну а дальше больше если мы будем изучать эту статью мы найдем не только многочисленные изображения подписанные изображения на которых рассказано о том как кирпич производился мы увидим еще и статистику по кирпичам как они менялись как менялась их технология вот типология кирпичей разных времен и вот даже таблички того как менялись кирпичи в разных слоях и риду это город тоже месопотамии мы видим что в начале они были очень длинными и огромными потом они стали поменьше потом вновь подросли но стали более квадратными то есть мы видим как менялась эта технология видимо искали более удобную форму для производства кирпича более того когда наш друг иван семьян и его коллеги делали эксперименты по производству кирпича сырца они взяли те самые формы и поняли что кирпич который использовался в в царстве урарту он ровно обладает тем размером который позволяет один кирпич сырцовый взять двум людям и спокойно перенести и уложить на место так что все очень продумано и тут тоже очень важный момент про поиск информации в этой статье которую я сейчас цитировал и показывал вам напоминаю что подписчикам канала прошлое я предоставлю это в закрытом нашем чате все pdf этих статей ну и в описании к этому видео я как минимум выложу их название для того чтобы вы могли их найти проверить эту информацию так вот в этой статье упоминается огромное количество раскопок огромное количество исследований проведенных разными учеными в разное время и когда мы ищем информацию по какой-то теме мы можем всегда обратиться в этот справочный научный так называется это научный аппарат для того чтобы укрупнить наше знание по какой-то теме и вот здесь мы неоднократно видели упоминание на хорошей книжке в которой я сейчас тоже хочу заглянуть ну вот же совершенно замечательно даже просто по названию древние месопотамские материалы и индустрии и здесь у нас описано большое количество технологий разных технологий и строительных и не работа с камнем и металлообработка все те технологии которые применялись месопотамии в это время и я знаю что здесь на 306 странице есть то что нас интересует что это такое это конкретные упоминания в археологических раскопках тех самых кирпичных точнее печей для обжига кирпича вот мы видим лэнсон 1959 год находил конкретные печи для обжига кирпича вот вам стар 1937 год и так далее и тому подобное и в общем честно я вам говорю не нашел я тех статей которые упомянуты не все еще есть в интернете в открытом доступе хотел я вам показать картинки конкретных печей для обжига кирпичей но у меня нет никаких сомнений в том что археологи которые издают результаты своих раскопок на весь мир что-то там наврали точно так же как у меня нет никаких сомнений что люди которые несколько тысяч лет учились обжигать керамику и строили те печи про которые я вам показывал и достигали тех температур про которые я вам говорил что они могли обжечь кирпич и я примерно понимаю почему такие теории возникают у нашего сегодняшнего героя просто потому что он не читал всех этих книг но не любят они читать давайте вернемся собственно к его видео и послушаем дальше какие аргументы в пользу выдуманности истории на примере кирпича нам расскажет герой сегодняшней программы но и это не главное в месопотами в египте где якобы был найден самый древний обожженный кирпич практически нет деревьев для обжига кирпича в египте и месопотамии дерево было на вес золота кто забыл поэтому технология обожженного кирпича там очень долго не применялась так а каком массовом производстве обожженного кирпича в древности в этих местах могло идти речь обожженный кирпич египте мог появиться только в средние века и не ранее понятно же без слов что обожженный кирпич мог появиться лишь с развитием промышленности с открытием месторождений охват и добычи каменного угля если не учитывать поддельные сведения из вымышленной античности то первый опыт применения каменного угля для обогрева жилищ приходится минимум на одиннадцатый век а первые угольные шахты появились только в тринадцатом веке массово уголь стал использоваться только с конца 15 начало 16 века историки постоянно убеждают нас что развить стоп вот здесь бы я уже снова хотел поговорить потому что я здесь вижу как минимум два заблуждения ну или неверных утверждений как мить первое наш герой утверждает что вся месопотамия и весь древний египет построены из обожженного кирпича и рассказывает нам про массовое производство и тут я вспоминаю в начале ролика он говорил о каких-то там дворцах и стенах города которые построены из обожженного кирпича так ли это давайте разбираться вот вам пример это зекурат у рука великого города это самая статусная постройка этого города вот это нечто оплывшая это собственно и есть зекурат почему он так выглядит потому что он построен самая статусная постройка города вся выполнена из кирпича сердца почему потому что наш герой абсолютно прав потому что это действительно очень дорого обожженный кирпич не производился массово он не использовался для абсолютно всех постройки что можно было построить из сердца строили из сердца и при этом очень важно понимать что когда нам показывают зекурат ура другого великого месопотамского города та самая третья династия ура оттуда происходит и мы видим вот такую постройку это реконструкция времен саддама хусейна из современного кирпича про это написано в любой статье в википедии про это написано в любой подписи к фотографии почему наш герой показывает эту фотографию как пример подлога кирпичного не в этом кстати в другом ролике который может быть если вы попросите мы тоже разберем я не знаю то ли это вранье то ли заблуждение но просто он не читает подписи может быть под теми фотографиями которые выкладывает и это не единственный пример все мы знаем ворота богини и штар в том самом великом вавилоне вот так вот они выглядят ну точнее так они выглядели в 1930-х годах когда была сделана эта фотография но извините это именно парадные ворота великого вавилона города который был в 10 раз могущества не и ура и у рука и главное построены они через несколько тысяч лет в середине первого тысячелетия до нашей эры то есть там уже и греки во всю воевали чуть западнее не стены не дворцы хватило только на парадные ворота великого города где наш герой нашел массовое использование обожженного кирпича я не понимаю и тут у меня возникает резонный вопрос он искренне заблуждается или все-таки подвергает ну потому что хотелось бы верить что уж если не книжки то хотя бы подписи к тем фотографиям которые прикладывает он читает и чтобы не быть голословным я покажу как реально использовался обожженный кирпич в сочетании с кирпичом с сердцом действительно в месопотамии вот мы можем обратиться к материалам раскопок российской иракской экспедиции под руководством алексея янковского диаконова который происходит на теле дыхайло и там обожженный кирпич использовался но посмотрите эта стена и мы видим здесь что она построена из сердцового кирпича если укрупнить немножко мы видим его размытые образы но вот так выглядит в раскопках кирпич обожженный его используют только там где необходимо прочность то есть из него строили или полы или какие-то конструктивно важные детали и это хорошо видно на этой фотографии как мне кажется если вы подумаете что это какой-то частный случай хорошо я вам покажу примеры из другой статьи которая завалялась в библиотеке это отчет о раскопках чикагского oriental института в тридцатых годах и здесь на 102 странице есть прекрасная фотография которая показывает как кирпич использовался в статусных постройках именно в статусных я это поддержку подчеркиваю смотрите что мы здесь видим мы здесь видим стену построенную из сердцового кирпича и вот она естественно имеет вот такие вот оплывшие формы и здесь мы видим прослойку из кирпича обожженного насколько я понимаю обожженный кирпич использовался во-первых в тех местах постройки которые очень важны с конструктивной точки зрения ну там ближе к фундаменту или полы или то что может чаще износиться или в тех местах куда нужно было наносить какие-то рисунки но это еще не все есть совершенно логичное и простое понимание где нужно использовать а где не нужно использовать кирпич сырец смотрите вот как вы думаете что это такое это водосток это канализация которая использовалась в царском дворце здесь опять же мы видим что все стены построены из кирпича сырца но потому что не хай будет нормально все 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 сработает а вот именно там где кирпич с аэссо господи касается с водой вот там нужен обожженный кирпич именно так его использовали вот вот это вот труба этот дренаж в на общем плане чтобы мы понимали как это все работает на общий вид а это собственно дренаж и туалет аккадского дворца вот так использовался обожженный кирпич в месопотамии и древнем египте там было примерно так же в общем о каком древнем востоке напрочь застроенном зданиями из обожженного кирпича со стенами дворцами и так далее говорит наш герой я искренне понимаю если вы думаете что это касается только месопотамии раскопки из которой есть час показывал или древнего египта то нет то же самое касается ура рту царство ура рту сейчас я покажу вам мои личные съемки в крепости ты шиба и не которые в какой-то момент было столице и царство рту и выглядит это точно так же а почему это выглядит так потому что там использовался кирпич средств здесь вы наблюдаете так называемый тель то что в ближневосточной археологии называется тель то есть холм глиняный оплывший из-за воздействия природных сил кирпич сотнями лет уже даже тысячами лет он оплывал и превратился в холм но вот здесь вы можете видеть структуру стены это уникальный уникальный момент уникальный случай когда тысячелетние кирпичи просматриваются традиционная месопотамская технология которую ура рты будучи хуритами по языку и по культуре принесли с юга из месопотамии ссылку на это видео я тоже приложу в описании к этому ролику то есть опять же у меня возникает вопрос а где наши герои нашел месопотамию целиком и полностью выстроенную из обожженного кирпича да это очевидно обожженный кирпич в тех регионах где дерево дорого использовался не часто но есть еще и второе то ли заблуждение то ли вранье речь о том что нужных температур и вообще в принципе обожечь обжечь кирпич можно только при помощи каменного угля это совсем не так и мы понимаем что вот те самые печи которые я показывал они уже обладают крутой технологии хорошим наддувом который позволяет достичь и высоких температур а наддув в данном деле это главное вот здесь и сейчас я показываю вам ролик нашего youtube канала где тот же самый иван семьян показывает как можно выплавить бронзу при помощи совершенно примитивных технологий как вы видите у него там печка которую даже нельзя назвать печка это просто стенка из глины и надув с двумя кожаными рукавами и вот эта конструкция позволяет добиться температуры которая плавит бронзу и поверьте мне такая же конструкция а уж тем более при тех печах позволяет добиться высоких температур для того чтобы вот сейчас мы как раз видим эти рукава крупно для того чтобы обжечь кирпич и проблемы с материалом который мы сжигаем тоже никогда не было потому что о ужас удивительно но люди в то время активно использовали кизяк то есть высушенные экскременты скота леса естественно было немного но вот этого добра навалом и когда ты используешь правильно построенную печь когда ты используешь надув вполне себе хватает этого материала и в те же самые археологи которые рассказывают нам и которые показывают нам печи в которых обжигался обжигалась керамика обжигался кирмич кирпич говорят о том что там использовался кизяк более того есть экспериментальная археология которая подтверждает что смесь дерева с кизяком сам себе кизяк в принципе вполне себе прекрасно горит и мы это видим в археологии я конечно мог бы сказать что очевидно что по этнографии по археологии по всем параметрам мы знаем что кизяк активно использовался как топливо для разных совершенно очень сложных технологических операций в разные эпохи в разных регионах но это не наш метод вот только что юрий барин сказал без слов понятно что только каменный уголь может позволить достигнуть искомых температур для того чтобы создавать кирпич ну это не так вот поэтому я просто нашел конкретную статью я не говорю что это одна единственная статья не говорю что это единственное подтверждение вот вам конкретный эксперимент в этой статье проведен эксперимент по выплавки металла с помощью египетских технологий и там большое внимание как раз удивляется топливу с помощью которых можно достигнуть тех самых температур и того самого химического состава который мы видим в изделиях из древнего египта и очень важная часть этой статьи это как раз рассказ о том как использовался помет кизяк ослов и мы понимаем что это очень хорошее топливо которое очень хорошо горит который дает большую температуру и которая как минимум помогает нам разгонять эту температуру и археология подтверждает эти данные потому что как я уже говорил очень часто в тех статьях которые описывают печи по изготовлению керамики печи по изготовлению кирпичей а в них как раз упомянуто что судя по всему там использовался кизяк в качестве основного топлива то есть очевидно что до сырцовый кирпич был основным строительным материалом в месопотамии и в древнем египте но да там чуть позже начал использоваться еще и обожженный кирпич но он использовался во первых в особых ситуациях не в особых метаст местах конструкции в особенно статусных зданиях и мы понимаем что никаких противоречий с нашими знаниями экономики климатологии развитие технологий у нас нет идем дальше историки постоянно убеждают нас что развитие технологий каменного и кирпичного строительства на руси в москове берет свое начало в византии со времен крещения руси то есть на руси в московью приглашались византийские мастера которые строили по римской византийской технологии многие наши храмы да такая связь реально существовала и и легко давайте обратим внимание как прекрасно человек перескочил от древней месопотамии древнего египта к византии и к руси то есть вот он пропускает сейчас самый главный расцвет производства кирпича в истории то есть древний рим ну посмотрим к чему это все нас ведет технологий на руси и в москове уточню вся проблема современной датировки обожженного кирпича находится в прямой зависимости от неверной исторической хронологии мировых событий как знакомых тупиковая если рим сегодня все еще считается античным городом то любые самые древние постройки в нем из кирпича тоже будут автоматически считаться античными вследствие чего и производство обожженного кирпича будет признано античным периодом но если считать рим обычным средневековым городом что есть на самом деле то античность кирпича разбивается в пух и прах тот же знаменитый колизей сразу становится поздний средневековым объектом они античным сооружением но признать город рим средневековым городом значит поставить под сомнение все якобы античные развалины месопотамии греции и египта а этого никто не позволит иначе придуманная история конец наступит поэтому так и будут продолжать рассказывать нам сказки про античный кирпич которому чуть ли не 10 тысяч лет давайте взглянем на строительный материал старейшего средневекового монастыря хора стамбуле созданного похоже здесь мы уже уходим в эту в другую совершенно тему поэтому остановимся на этой ситуации здесь мы видим стандартный вопрос о неверной хронологии я делал очень много видео и на нашем youtube канале и выступал на разных мероприятиях поэтому ссылки я приложу в описании к этому видео где можно подробно выяснить как создавалась хронологии мировой истории например вот эта программа про старую хронологию так я ее назвал если вкратце то можно рассказать о том что вопреки мнению фоменко носовского и видимо нашего сегодняшнего героя смысл в том что у каждой цивилизации у каждого народа буквально у каждого города была своя хронология и это огромное количество линеечек которые между собой очень сложно сопоставить и историки каждый раз когда общаются с каким-то конкретным эпизодом им приходится восстанавливать эту хронологию и нет никакой скале гору скале геровской хронологии которые когда-то написано и люди ей следует нет нам приходится в источниках находить те самые упоминания тех самых я не знаю римских консулов а их список у нас есть непрерывный на там по моему тысячу лет как минимум и сопоставлять это с хронологии греческих городов и каждый раз в каждой статье когда историк обсуждает какую-то проблему он в том числе задается вопросом хронологии то есть нет никакой непересматриваемой хронологии это просто полная ложь ссылку в описании я приложу и там вы можете разобраться но проблема вот в чем история это сложная наука которая в том числе пользуется методами разных наук и у нас есть отдельная археологическая хронологическая шкала я имею ввиду например по типологии разных предметов мы уже упоминали как развивалась керамика и мы просто видим как в разные эпохи по-разному люди делали горшки как они в некоторых случаях банально просто учились делать горшки более высокого уровня и мы понимаем как какая преемственность между ними было и соответственно по типологии даже каких-то предметов которые мы находим в раскопках мы можем выстроить эту хронологию сейчас я приведу другой пример у нас есть естественно научная шкала времени например тот же самый дендро хронологический метод у нас есть мы метод углеродного датирования они этим занимаются люди из разных наук с разной специализации и нам приходится их сопоставлять то есть мы сопоставляем дендро хронологию радиоуглеродный метод и метод чисто археологического датирования и нам приходится их постоянно сопоставлять это взаимопроверяемые методы опять же приложу в описании ссылку на нашу программу про радиоуглеродный метод это большое заблуждение о том что у него там есть какие-то огромные проблемы которые там могут менять датировки на сто тысячи лет это не так 60-е годы когда этот метод только возникал да конечно у него были проблемы да у него и сейчас есть проблемы мы про них честно говорим мы рассказываем какие проблемы возникают как они решаются как возникает это временная шкала как ее постоянно изменяют и как археологи и физики собственно борются с этой проблемой и да естественно современный радиоуглеродный метод это не то что метод радиоуглеродные его датирование 60-70 лет назад все совершенно по-другому но плюс еще ко всему у нас есть непрерывная шкала письменных источников мы знаем конкретных людей у которых были родственники которые с кем-то общались которые получали собственность у нас есть купчи у нас есть воспоминаний и так далее и и нет никакой шкалы императоров которую можно подделать потому что у каждого императора был придворный например писатель и мы знаем судьбу этих писателей мы знаем их потомков мы знаем других писателей которые учились у этих писателей то есть это не одна линия которую можно поделать это вот такой куст который поделать просто физически невозможно в описании к этому видео я например приложу свой рассказ про античную литературу где мы видим вот как раз эту непрерывную связь огромного количества литераторов которые заимствуют друг у друга мотива цитируют друг друга упоминают друг друга и так далее и мы понимаем что тот самый текст который дошел на нас условно в издании 15 века потом куски этого текста мы можем найти через несколько столетий в 19 веке ли сейчас 21 веке на амфоре нарисованным в другой части света и он будет принадлежать там подписано что это например кусок гомера или это та же самая цитата из гомера и мы понимаем что они все между собой связаны это неразрывная связь ну и еще одна на мой взгляд мысль почему наш герой пропускает древний рим он очень неудобный это не то чтобы в исторических работах написано что в древнем риме использовали кирпич нет у нас есть масса письменных источников о том как его использовали как его производили как его нужно делать у нас есть сочинение ученых того времени витруви например писал с какими проблемами в какой период сталкиваются производители кирпича и когда из чего его лучше делать более того у нас есть огромное количество источников изобразительных у нас есть большое количество литературы давайте вот например посмотрим что будет если забить в академии google academy это тоже тот же самый google только для поиска научных статей roman brick у нас есть огромное количество статей которые появляются каждый год про производство римского кирпича вот у нас есть римский кирпич который используется все рай все раписе у нас есть использование обожженного кирпича в эллинистической романской архитектуре у нас есть кирпич сырец и обожженный кирпич в в риме и используемый со времен ромула у нас есть статья про использование кирпича в ости всем кстати рекомендую съездить на этот археологический объект это вот помпеи только как сказать для продвинутых очень крутой памятник где ты ходишь среди этих кирпичных построек и понимаешь как жил этот город и там гораздо меньше народа чем в помпеях это интересно потому что он умирал немножко по-другому этот город у него оттуда отошло море и поэтому он постепенно замирал но тем не менее он сохранился в практически нетронутом виде там проведены прекрасные раскопки там все прекрасно модифицировано очень рекомендую в том числе для того чтобы посмотреть на римские раскопки а уж остея упоминается остея это главный порт рима она упоминается в миллионе письменных источников потому что это ворота рима через которые поставлялись туда все товары и вывозились из рима опять же давайте просто откроем одну статью на вскидку римские печи для обжига кирпича из восточного некрополя вими нацию вот эта статья давайте посмотрим статья вышла в 2017 году что мы здесь можем увидеть у нас есть естественно обозначение тех самых объектов про которые мы говорим здесь нам показывают как эти выглядели печи в инсиду что называется в археологическом мороскопе вот это самая печь вот мы понимаем как она устроена вот у нас есть полный план этой печи мы понимаем что там делали как там делали и все это прекрасно исследованы и это поверьте мне не единственный археологический объект который мы знаем про древний рим вот эта печь изнутри то есть это огромное сооружение которое реально использовал в промышленных масштабах почему это использовал в промышленных масштабах потому что вот уж действия в древнем риме действительно мы точно знаем что в древнем риме действительно кирпич использовали в промышленных масштабах у них было достаточно топлива у них было достаточно глины и они действительно взвели из использование кирпича в культ и естественно археология нам показывает это нам это показывает письменные источники и у нас есть несомненные датировки которые проверяются друг друг проверяют друг друга я имею ввиду радиокарбон археологические методы методы истории и так далее и тому подобное но наш герой пропускает эту информацию потому что она неудобна для его исторической концепции наши друзья альтернативщики очень часто упоминают историков археологов в том ключе что типа они отбрасывают неудобные для них факты вот в данном случае мы конкретно видим что люди отбрасывают неудобные для них факты человек делает видео про кирпич он вырезал всю древнеримскую эпоху которая наполнены источниками разного рода давайте послушаем что он будет рассказывать дальше полностью перестроенном 14 веке поэтому будем считать этот монастырь как сооружение 14 века и это правильно мы отчетливо увидим что в строительстве применялись обычные камни блоки в виде кирпича из белого известняка и глиняная плитка плинфа справка плинфа это некая разновидность кирпича тонкая и широко прямоугольная глиняная пластина примерно два с половиной три сантиметра толщиной наподобие тротуарной плитки изготавливал специальных деревянных формах потом это плинфа сушилась 10-14 дней как видим никакого обожженного глиняного кирпича современной формы строительстве нет и все потому и вот тут хочется поставить на паузу и действительно впервые сказать человек просто врет ну потому что мы знаем что такое плинфа не сложно открыть википедию и узнать что такое плинфа плинфа это именно обожженный кирпич особой формы который кстати упоминался активно употреблялся в том самом древнем риме который очень неудобен автору нашего видео давайте пойдем википедию посмотрим что там написано а тут как раз получается очень забавно у меня была открыта статья в википедии под названием роман брик что мы делаем мы переходим в русскую википедию и тут написано плинфа то есть что такое плинфа это просто римский кирпич но дальше начинается самое интересное мы вспоминаем текст который говорил нам наш герой и это дословное повторение той самой того самого текста что произносил наш герой изготавливалась в специальных деревянных формах плинфа сушилась 10 14 дней пауза затем ее обжигали в печи то есть мы видим что человек открыл википедию прочитал этот текст ну нельзя два предложения дословно повторить но потом после запятой упустил очень важный момент затем ее обжигали в печи то есть он знает что плинфа это обожженный кирпич особой формы но это не уложилось в его концепцию он просто выкинул эту штуку то есть он просто вам врет изготавливал специальных деревянных формах потом это плинфа сушилась 10 14 дней как видим никакого обожженного глиняного кирпича современной формы строительстве нет зачем не знаю я думаю что он просто начал делать этот ролик потом начал искать информацию что-то пошло не так и дальше он уже докручивал так как сложилось давайте посмотрим как там дальше сложится и все потому что его еще не изобрели то же самое мы видим в архитектуре церкви богородицы по макаристы пятиглавое здание также конца 13 начал 14 века версия о раннем происхождении церкви нет смысла обсуждать так как церковь многократно перестраивалась основательно так вот мы также видим на четырнадцатый век что никаких кирпичей в строительстве не применялось а что такое плинфа древней руси неважно да то же самое обратите внимание на софийский собор великом новгороде все та же технология один в один обычные камни блоки виде кирпича из белого известняка и глиняная плитка плинфа только на руси потом штукатуры ли стены поэтому византийской кладки и не видно но мы-то знаем что плинфа это обожженный кирпич настолько что только что обманули и мы можем найти огромное количество я вам показал только википедию но просто загуглите плинфа что это как это производится это обожженный кирпич зачем он нам врёт ком соборе в киеве сняли штукатурку а под ней все тот же строительный набор византии камень известняк и плинфа и так далее перечислять можно долго той очень долго раннем средневековье почти везде одна технология византии и руси в одиннадцатых четырнадцатых веках применяли только тонкие очень тяжелые плиты разных размеров плинфы а в 15 веке неожиданно появился кирпич похоже на современный форме бруска вот здесь тоже остановлю потому что неожиданно появился кирпич форме бруска но мы понимаем что ну в данном случае чек просто врёт плинфа это обожженный кирпич просто особой формы мы видели как менялся кирпич начиная от сердца и и сердцовый кирпич менялся по своей форме и как приспосабывали под разные нужды мы видим как менялась форма кирпича обожженного в том числе появилась плинфа как один из вариантов обожженного кирпича в чем здесь проблема не очень понятно но самое главное что мне интересно это то как человек оправдывает якобы отсутствие обожженного кирпича хотя он там есть мы его видим в стене эту плинфу тем что ну вот не было кирпича потом его придумали и потом его сразу начали использовать но так ведь не работает ну то есть условно мы понимаем что в разные времена могли строить из разных материалов условно у тебя есть доступ к камню зачем тебе делать кирпич если у тебя много камня и там где у тебя есть много камня ты будешь строить из камня так делали в древности так делают и в современности так делали в средневековье если у тебя есть возможность строить из дерева ты будешь строить из дерева если ты по каким-то причинам эстетическим экономическим или любым другим хочешь совмещать камень плинфу обожженный кирпич или даже кирпич средств ты будешь это делать никак отсутствие в каменном строительстве например на севере руси где много действительно много камня отсутствие кирпича не доказывает что кирпич еще не был изобретен просто им там было удобнее строить из камня или например они по каким-то причинам считали что это более статусно использовать дорогой камень в 1475 году в москву из италии был приглашен архитектор аристотель ферраванте для постройки успенского собора и кремля а начал он свое строительство с кирпичные фабрики с особой печью для логично кирпича так такой же как он видимо давать обидел кирпич в италии честь архитектора кирпичи прозвали аристотелев кирпич применение обожженного кирпича стандартной формой в москве начинается именно с конца 15 века строительство успех тут для меня отдельный вопрос что значит стандартной формы потому что мы видели как этот кирпич менялся на протяжении веков и мы понимаем что в разных условиях была разная форма это вечный поиск и сейчас кирпич не одинаковые формы когда аристотель приехал в москву для строительства то он обнаружил что строительный материал применяемый в москве не пригоден для его замыслов камни плинфа и известняк вместе создавали громоздкость и ненадежность конструкций не зря все византийские храмы всегда имели мощные внешние подпорки чтобы стены не разошлись стороны от тяжести купола я думаю что про это имеет смысл сделать отдельную программу совершенно но на примере то что не сейчас пришло в голову той же самой древнеегипетской архитектуры мы знаем как развивался архитектуры и не всегда громоздкость или негромоздкость связана с материалами где-то как-то архитекторы умели рассчитывать нагрузку где-то нет например у нас была программа про древнеегипетскую архитектуру где очень сильно перестраховывались архитекторы просто не понимая ничего в современном сопромате ну для этого мы прошли тысячи лет эволюции и тысячи лет опыта архитектуры идем дальше для того времени метод строительства с применением нового образца обожженного кирпича этот метод он несколько лет назад уже испытал в италии заметьте тут идет речь об изобретении обожженного кирпича современных стандартов тут прям хочется возмутиться и остановить но потому что мне кажется здесь уже вопрос об общей культуре мы все понимаем что кремль не был первой постройкой своего рода мы понимаем что аристотель фиараванти не изобретал на русской почве тот самый кирпич мы понимаем что он приехал из италии и использовал те технологии которым он научился у себя на родине и мне кажется очевидно для любого человека который хоть как-то обращался к истории российской архитектуры понимание что замк сфорца в милане это во многом то с чего списана была кремлевская архитектура в том числе и те самые кирпичи про которые говорит наш герой вот мы сейчас можем укрупнить и посмотреть те самые кирпичи такой же абсолютно формы просто до этого в италии их использовали чаще ее просто фиараванти привез эту технологию в россию на русь и мы понимаем что ничего революционного в этом нет и мы понимаем почему так потому что он пропустил как раз историю от рима и дальше через средневековье тот самый и период когда все эти технологии развивались у нас есть полно литературы по этому поводу я частично уже про это упомянул ну то есть на мой вкус здесь уже становится очевидно что речь не о каком-то альтернативном взгляде на историю об анальном незнании не то чтобы история просто элементарных культурных паттернов на основе которых человек выдумывает какую-то свою историю вместо того чтобы просто пойти в школу поучиться ну или там я не знаю купить книгу тем не менее давайте попробуем дослушать что нам сейчас здесь расскажет на здание или храм из обожженного кирпича привычный же нам сегодня кирпич прямоугольной формы 250 120 на 65 миллиметров и придумал аристотель ферованец него удобнее было держать в руке мы видим как его использовали раньше в италии изобретение аристотеля он придумал кирпич который можно было удобно перемещать одной рукой так вот этот стандартный кирпич массово появился в европе и по всему миру только 16 века то есть со времен ивана грозного и не ранее уточню это очень важно то есть мы понимаем что это совсем не так мы видим эволюцию кирпича от появления кирпича сырца через разные формы через несколько тысяч лет начинают обжигать кирпич сырец и у нас получается кирпич обожженный разные формы потом еще несколько тысяч лет в разных цивилизациях с разными экономическими возможностями в том числе с разными возможностями в том самом топливе с помощью которого можно этот обжигать обжигать этот кирпич у нас происходит эволюция этого строительного материала если ты пропускаешь всю эту эволюцию то да конечно для тебя вдруг удивительным образом кирпич современные именно формы появляется в позднем средневекове в начале нового времени но это совсем не так и опять же очень можно конечно легко сказать что хронологию всю переписали я ссылался раньше на то что невозможно всю хронологию перри придумать мы видим непрерывную летопись этих изменений мы видим просто те же самые теле это огромный холм где мы внизу видим примитивную керамику и мы знаем как она соотносится с другими памятниками и мы видим как эти люди начинают учиться делать эту керамику и как они постигают разные технологии не только керамические пить из глины и был придуман значительно раньше с этим никто не спорит но стандартный красный кирпич из обожженной глины стандартных размеров был придуман только в конце 15 века итальянцам аристотелем ферраванти поэтому есть по моему это примерно то же самое что сказать что стандартный iphone конструкции джобсом был придуман только в двадцать первом веке джобсом да конечно но у нас есть эволюция смартфонов телефонов средств передач связи мы понимаем как это все развивалось и между прочим в самом начале двухтысячных годов у меня был телефон htc который так раздвигался который мог подключаться к интернету тогда еще в принципе не было айфонов но я мог скачать себе вордовский файл и вордовский файл править а потом по дороге со съемки шеф-редактору отправить этот файл для того чтобы он его корректировал потом когда я уже приезжал со съемки я работал новостях нужно было работать быстро я просто на тот же самый телефон себе скачивал этот вордовский файл и с него начитывал тексты в монтажке это было задолго до айфонов я к тому что технологии развиваются поступательно и не все возникло из ничего не мы видим как это работает и тут мне кажется я уже вижу очередной погло подлог наших любимых альтернативщиков послушаем что нам сейчас скажут про эту стенку уже не обожженный кирпич стандартной формы то это здание не античное а позднего средневековья или даже ренессанса то есть не ранний конца 15 начала 16 века но что господа начинаем переписывать историю все-таки прокомментируют предыдущую картинку мне кажется очевидно по современным лесам которые выстроены вокруг этого здания что это современная реконструкция чего-то точно так же как мы видели зекурат ура реконструированный в эпоху саддама хусейна то же самое мы видим в луксорском храме да там могут быть какие-то куски которые сейчас подновляют и в том числе с помощью современного кирпича но может быть прежде чем записывать ролики нужно сходить на какие-то новостные сайты где рассказывается про эту реновацию может быть стоит почитать книжки может быть что стоит понять как работают археологи и музейщики с экспонатами чтобы не делать вот таких глупых ошибок которые на мой взгляд просто позорят автора этого видео и финальный призыв мне кажется совершенно прекрасным начинаем переписывать историю до историки постоянно переписывают историю у нас есть корпус источников с которым мы работаем и у нас поставить постоянно добавляется новое знание с которым мы работаем и да мы постоянно переписываем историю только совсем не в том ключе в котором работают автор сегодняшнего ролика Итак, что мы здесь увидели Классическая, на мой взгляд, ситуация Человек с плохим образованием Который, не знаю, или плохо учился в школе Или все забыл, чему его учили в школе Человек, который не получил прививку Тяги к знаниям В том смысле, что если ты хочешь в чем-то разобраться Будь добр, пойди в библиотеку Скачи из интернета книжки Выясни, что современная наука про это знает То есть просто получи информацию Не думай, что ты самый умный Нет, эти люди так не делают Они начинают просто включать микрофон Включать камеру и рассказывать, что они думают Я думаю, что это очень хорошо работает На большую широкую аудиторию Потому что большая часть людей Точно так же прогуливала школу Или им это было неинтересно И авторитет школьного учителя может быть низок И плюс мы еще хотим побороться С какими-нибудь там теориями заговора В том смысле, что государство нам пытается Что-то внедрить в голову Поэтому мы априори воспринимаем это Как негативную информацию Которую мы не хотим воспринимать Но при этом удивительным образом Люди, которые воспринимают это Они еще и пропускают Логику Они пропускают методологию Они пропускают теорию Мышления, которые требуют Нас критически относиться к информации Когда они говорят, что нужно критически Относиться к информации Официальных историков Почему-то они никогда критически Не воспринимают Высказывания своих кумиров Именно этим критическим Разбором информации Одного из кумиров Современности я сегодня занимался Опять же, я повторяюсь, что для меня Это просто интересно, потому что я напомнил Себе большое количество фактур, я узнал много Новые фактуры Я надеюсь, что это было тоже интересно вам Потому что я рассказывал про технологии Про статьи, про исследования И так далее и тому подобное Напоминаю, что для подписчиков Нашего журнала, если вы хотите к ним присоединиться Вы можете сделать это на сайте Patreon.com, если вы живете за границей Или воспользоваться нашим сайтом Прошлый.com Если вы живете в России Я выложу все эти PDF И вы можете продолжать изучать реальность Это очень интересно Но те люди, которые делают такие ролики И те люди, которые являются огромной аудиторией Что важно У Юрия Абарина сотни тысяч подписчиков И сотни тысяч просмотров Это говорит о том, что этот взгляд на мир Отзывается у широких масс населения Почему? Я считаю, что потому что В том числе им никто не отвечает Со стороны, простите, официальной навыки Сегодня я попытался это сделать Мне кажется, это было весело Мне кажется, это было познавательно Как минимум для меня Спасибо вам, что смотрели этот выпуск Пишите в комментариях Кого из других мракобесов Стоит разобрать Может быть, если у меня хватит Нервных сил Я в будущем это сделаю Это был журнал «Прошлое» Меня зовут Михаил Родин До новых встреч Пока